Всем привет! Дядя Тюра дает прогноз на матч 15 тура АПЛ Манн-Сити-Нью-Касл. Встречаются 8 и 12 команды текущего сезона. В очном матче в последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. В последние 5 очных матчей на Этихаде выиграли хозяева и все они были на тотал больше. Статистика команд. Манн-Сити в последних 10 матчах имеет 7 побед, 2 ничьих, 1 поражение. Нью-Касл в последних 10 матчах имеет 3 победы, 2 ничьих, 5 поражений. Манн-Сити не проигрывает в последних 9 матчах и последние 4 матча в АПЛ отыграл на тотал меньше. Нью-Касл в последние 3 матча в АПЛ отыграл на обе забьют да. Как видим в последнее время Манн-Сити чаще играет нулевые и низовые матчи. Нью-Касл чаще и забивает и пропускает в низовых матчах. То есть частенько играет на 1-1. В предыдущем туре Манн-Сити выиграл у Саудгемптона 1-0. Все решил гол Рахима Стерлинга, забитый в самом дебюте матча. В дальнейшем у гостей было еще штук 5 реальных моментов, чтобы забить еще, но уж слишком заумно и вычурно старались они это сделать. У святых моментов практически не было, чтобы сравнять счет. Нью-Касл разошелся миром 1-1 с Фулхэмом. Команды провели ровный поединок с минимумом голевых моментов. Оба гола забили хозяева. Сначала в свои ворота, а потом заработали пенальти с удалением. Но реализовать численное преимущество и добыть победу не получилось. Конечно же, бесспорным фаворитом на этот матч идут горожане. Команда Гвардиолы в этом сезоне очень скромно выступает в АПЛ, играя большинство низовых и нулевых матчей, что явно не характерно для Мансити последних лет. После погрома Бёрглин 5-0 в последующих четырех матчах горожане забили всего четыре гола, и два из этих матчей провели на тотал меньше полтора. В среду Мансити в кубковом матче разбил Арсенал 4-1. Нью-Касл проиграл 0-1 Брэндфорду. Однако в этом сезоне сороки достаточно успешно играют в выездные матчи. В шести играх по две победы ничьих и поражения. Мансити на своем поле в последние годы очень результативно играют против Нью-Касла. Да и четырехматчевая низовая серия уже должна бы прерваться. Буки дали очень низкие коэффициенты на хозяев, а также на результативные и нулевой матчи. То есть, по мнению Буков, игра должна быть где-то на 3-0. Сложно сказать. Если от Нью-Касла понятно, чего примерно ожидать, то, что выкидить Мансити, остается только догадываться. То ли снова скромный 1-0, то ли разгром на 3-4 мяча. Нью-Кас последние две игры с Фулхэмом и Брэнфордом провел из рук вон плохо. Если предположить, что за 4 дня игра команды кардинальным образом не изменится, можно взять вариант результативной победы хозяев. Из связки ставок тотал больше обе забьют нет победа хозяев самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1.60 на тотал больше 2.5-1.38 на победу хозяев 1.13 Как видим, на все предлагаемые варианты Буки дают низкие коэффициенты. Тут либо надо брать обе забьют нет за 1.60, либо тотал больше 3 за 1.54. Второй вариант, пожалуй, будет более надежным, поскольку голешник Нью-Касл запросто может засунуть хозяева хотя бы с того же самого пенальти. А вариант результативной игры уже давно назрел и очень может быть, что основа повторится счет предыдущего очного матча. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...